Речь пойдет вот о таких картинках Представьте себе, что у нас есть вершины графа Мы начали отсюда Не обязательно начали отсюда Могли начать отсюда Вот давайте, начали отсюда Кстати, один ключик Ну, если учесть, то замкнутый граф Нет, не замкнутый Вот смотрите, я вам нарисовал Наверное, кто-то не проследил Походу, никогда Можете, вы глядя на эту картинку, сообразить Вот если начало здесь, где конец? В точке, которая находится правее ее Вот здесь думаете? Да, думаю, да А почему? Потому что, если Потому что из этой точки выходит 4 отрезка Из этой 4 Из этой 4 Из этой 6 Из этой 4 Называется степень вершины Да При этом, когда вы вошли и вышли Походили, походили, походили Вошли и вышли У вас за каждый заход Тратится 2 ребра Ну Чертные точки А если Вас интересует Конечная точка Она должна быть Нечертной точки Она должна быть Нечертной точки Правда, здесь возможен вариант Представьте себе Что вы из конечной точки Скажем, еще прошли куда-нибудь И оттуда Сюда Тогда начало и конец Совпадут Ну а сумма двух Нечетных чисел Число четное Да? Да Поэтому Либо У вас Степень Две вершины И четные степени Либо Все вершины И четные степени И еще Для тех Кто не был на прошлом Занятия Очень важная фраза Связан Граф В принципе Граф Это любая система Вершин соединенных Трех Поэтому Если я возьму Скажем Нарисую треугольник И нарисую Еще пятиугольник То это граф Но Понятно Что нарисовать его Не отрывая руку Относить Совсем невозможно Потому что Треугольник нарисовать Пожалуйста Пятиугольник Нарисовать Тоже пожалуйста А так Чтобы не отрывая И то и то Невозможно Это разные компоненты связанности Понятно? Значит Любой граф Который Можно нарисовать Он обязательно Является Связанным Чтобы граф Можно было Нарисовать Обязательно Два условия Связанной И Вершинной Четной Степени Либо Вообще Нет Либо Вершной Согласны? Вот Посмотрите пожалуйста Теорема Эйлина Как звучит Что Можно Нарисовать Или Давайте называть Граф Можно Нарисовать Тогда И только Тогда Когда Выполнены Эти два условия В одну сторону Все Абсолютно Отчем Потому что Если Вы что-то такое Рисуете Разумеется Вы все время Получаете Связный Граф И Разумеется Как Один способ состоит То Либо Начаться Рисовать И дальше Получится Хорошо Если Не Получится Вопрос Почему Не Получилось Хорошо Если Не Нельзя Или Потому что Мы Ни Просто Да, потому что мы просто ошиблись. Так вот, оказывается, что если эти два условия выполнить, то нарисовать можно. И более того, я сегодня вам объясню, почему. Итак, высшая цель сегодняшнего занятия – это справиться с наказательством теоремы в эту сторону. Если есть граф, в котором от любой вершины можно дойти по отрезкам до любой кругу, и у него вершины четной степени ноль и две, да и еще, давайте сразу добавлю. Если две, то в одной из них надо начинать, а в другой закончить. Закончить. Вот. Замечательная теорема. У нее есть несколько доказательств. Причем, в общем, я даже не знаю, какое из них лучше. То есть мне они по большому счету все нравятся. Одно доказательство состоит в том, что мы просто указываем алгоритм, каким образом можно обойти вот любой такой граф. Другое доказательство состоит в том, что мы, как вам сказать, будем строить в некотором смысле такие цепочки. И постепенно эти цепочки у нас будут разрастаться до тех пор, пока они не станут вот таким путем, который через все проходит. Еще есть доказательство, состоящее в том, что мы в качестве главной идеи используем то, что вот если есть у нас один цикл и есть другой цикл, который имеет одну или больше точек, то на самом деле это можно превратить в один цикл. Идешь, потом проходит шутки. Понятно, да? Ну вот, давайте так. Три доказательства я вам пытаюсь рассказать. Почему три? Потому что обычно, когда человек выучил три, он хотя бы одну из них поймет. Ребята, это не потому, что вы какие-то неправильные, а потому что так устроит память у человека. Когда вы с чем-то встречаетесь один раз, то память считает, что это что-то случайное и неинтересное, и давайте мы это побыстрее забудем. А когда вы с чем-то встретились несколько раз, то мы соображаем, что это, наверное, что-то такое интересное и важное, и, может быть, стоит и запомнить, понять, обдумать. Так вот, я обещал три доказательства. Кто-нибудь помнит, какое там было первое? Нет. Ага, уже забыли? Обратите точку. Первое было с алгоритмом. Первое, второе и третье. Первое было с алгоритмом. Просто расскажу, когда вы отдали произвольный граф, почему у нас все получится, да? Второе было с чем? С постепенным ростом детей. Да. И третье было именно в индукции. Индукция была в числе упреки. На самом деле, очень похожи все эти три доказательства. Начну с первого. Все поняли, что сейчас будет тяжело? И что сейчас надо внимательно слушать, да? Да. Внимательно слушать, да, но сейчас тяжело не умеет. Итак, начну с первого. Абсолютно любой граф. Не хочу терять время на рисование какого-то, что называется, убедительного графа. Ну, надеюсь, что вы поверите, что вот этот граф достаточно похож на совсем случайный. Хорошо? Ну, что-то такое. Может быть, там еще миллионы решили. Не знаю. Ну, ладно, хорошо. Так, еще более похожее получается, да? Конечно. Дормально. Так вот. До этого было даже лучше. Какие возможные варианты? Очень просто. Написано. Вершин нечетной степели ноль или два, да? Тут я утверждаю, что если я буду знать теорему для двойки, то тогда очень легко получится теорема для нуля. Так вот, на этой картинке у меня есть вершины нечетной степени. Вот эта вершина степени 3, а вот эта вершина степени 5. Согласен? Согласен. А вот представьте себе, что такого бы не было. Ну, для этого очень просто. Достаточно, знаете, соединить их к ребраму. Не обязательно их прямо вот так вот к ребраму соединить. Может быть такая штука. Представляете? Вот вам граф. Граф или нет? Граф. Граф. Согласен, что теперь отсюда выходит 6 и отсюда выходит 4. И все остальные степени, как легко видеть, они какие-ли? Вот. Вот. Где еще? Ой-ой-ой-ой, какая глядяка. Ой-ой-ой, какая глядяка. Так, и что же мы будем делать тогда? Сделать можно еще два ребра попробовать из этих точек. Ну можно, например, два квадрата к этим вершинам А давайте сделаем попросту А давайте я его соединю сюда И давайте я здесь А у вас в той точке, которую вы соединили, у вас уже 5 получается В смысле, нет, конечно, если я куда-то соединил, тут теперь ничего И тут ничего Ну и хорошо И теперь я еще сделаю Я еще соединю Так вот эти две точки Например, сюда Зачем? И сюда И я победил Так, 6 6 А там 6 Где? Нет, нет, там 6 А, нет, 6 Все Вот он, граф, у которого все степени вершины черные Так? Да Все Замечательно Так вот, ребята, если вам дали граф, в котором все степени вершины черные То вы делаете очень простую вещь Вы берете абсолютно любое ребро Вот, вот, любое И отмечаете его концы Пожалуйста, кто-нибудь, выйдите, вот, ткните пальцем в любое ребро Вот это ребро Ребята, смотрите, что я делаю Я зачеркиваю, не выйдите Я зачеркиваю вот это ребро Так? Да Итого полная катастрофа И смотрите, что произошло Нет, никакой катастрофы Что называется, все контролируемое Все степени вершин были четные Да Что произошло, когда она указала на ребро, и я его зачеркиваю Ну, как минимум, две вершины Концы стали какими? Нечетными 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 Концы стали вершинами и нечетными И мы говорим, что вообще-то мы собирались выводить теорему для нуля из теоремы для двух Вот мы сейчас считаем, что про ситуацию, когда в графе две вершины нечетной степени, мы все знаем Так у нас и получился граф, у которого две вершины нечетной степени Да Так все Значит, его можно обоиться Начав здесь и закончив здесь Да А потом пройти по этому ребру, восстановив его И мы получим полный рейлеров цикла Так? Да Да Найдите ошибку разума Не то, чтобы оно совсем не верно В нем есть небольшая неточность Я кое-что забыл Понимаете, прочитайте Если граф связный и вершины нечетной степени две штуки, то можно его обойти, начав в одной вершине нечетной степени и закончив другой Какое условие я забыл проверить, про граф, в котором мы его уничтожили А... Связный? А... Связный? Восстановить-то... Если сломали, то можно и восстановить, не проблема Связный... Проблема в том... Простите, а почему он связный? Вот я о том же как бы он связный Давайте так, введем на сегодняшнее занятие Это не вполне общепринятый термин Чаще говорят мост Чаще всего в книжках по графам Но, не знаю, мне почему-то нравится говорить перешейк Это такой ребенок, при разрушении которого граф распадается на две компоненты А, не, но мостик в принципе тоже подойдет Хорошо, можете говорить мост Как вам приятно? Я просто не знаю, какое из этих слов нагляднее Давайте в жизни поймем, что это такое Представьте себе, что у вас есть Ну, какая-нибудь там страна Страна, страна, страна И... Или остров какой-нибудь Или, я не знаю, где-нибудь там на севере Какая-нибудь такая территория, до которой добраться можно единственным образом Как вы считаете, вообще такое бывает? Возможно В России такого Просто огромное количество Какой-нибудь маленький городочек, маленькая деревня Какой-нибудь рабочий поселок Куда ведет реально одна дорога А, так я вот все лето провел в таком поселок Ну вот Нет, это, кстати, не означает, что там плохо Там вообще неплохо Понятно, да? На берегу Черного моря Потому что туда ведет одна дорога Вот я, например, местный... Больше десяти лет ездил в Периндеевы поляны Это в Костромской области Он и сейчас работал... Ну, этим летом не работал за коронавирусом Но, в принципе, он до последнего года Работал, ну, там, не знаю, как сказать Ну, летние домики И летом там приезжают школьники, преподаватели Я перестал туда ездить, потому что просто устал жить в не очень хороших бытовых условиях Там все-таки они такие очень странные немножко, да? Ну, с другой стороны, школьники могут вытерпеть там неделю, не помыться, в общем Вот Все остальное там хорошо Кроме, так сказать, души и вот этих бытовых мелочей Да, так вот, туда ведет реально действительно одна дорожка Она не очень длинная, примерно километра От города Судиславы Но она одна Если вы хотите идти не по ней, то вам придется идти через чащу леса, где там, не знаю, в общем, особо не пройдешь То есть, ну, как-то надо, ну, надо либо обезьяной быть, либо, не знаю, как-то прорубать себе путь, там, по метру за час Вот Итак, представьте себе, да, вот, у вас ведет одна дорога Если вы ее перерезаете, то сразу происходит распад Согласны? Угу Замечательно Так вот, надо доказать, что такого не бывает Что, когда вы в графике, который был связан и все вершины были четной степени Убираете любой ребро, он остается связанным Если мы уже знаем, что это был цикл, то, как мы говорили Да То, естественно, когда мы будем убрать часички, то остается другая группа Вот Вы хорошее дело знаете В графике, где все вершины четной степени На самом деле, любое ребро является частью цикла И, когда вы перерезаете, то цикл остается все равно связанным Ну, хорошо, а как-то доказать? Так вот, господа Один способ состоит в следующем Вот Жил-был производник Представьте себе, что вы в все вершины четной степени Перерезали одно ребро И он распался на две компоненты Вы понимаете, что в таком случае вот это будет в одной компоненте, а это в другой Ну, может Из-за чего он распался? Из-за того, что перерезалась вот эта связь То есть, между ними перестало быть сообщение Если мы ходим по контрольным точкам и какая-то дорога, я не знаю Ну, короче, убралась какая-то дорога, то почему бы просто не обойти с другой стороны и идти туда? Сейчас мы сейчас докажем, что можно обойти Итак, предположим, что у нас граф состоит из двух компонентов Вот эта точка, давайте, точка А Вот эта точка, точка В И пройти нельзя Знаете? Дело в том, что если между А и его можно пройти То в таком случае мы просто мысленно можем ходить не по этой дороге, а по тому пути И тогда уничтожение этого ребра хуже бы нам не сделано Согласны? Да Да, замечательно Итак, вот есть две компоненты Между ними раньше было ребра И степени все были четные Когда мы это ребра уничтожали То вот эти степени стали нечетными Да Теперь внимание Вот в этом графе все остальные вершины нечетной степени А одна вершина стала нечетной степени И в этом графе тоже Эта вершина стала нечетной степени На самом деле не важно Мне достаточно смотреть один из этих Ребята, получился граф Вот этот Не весь, а вот этот В котором одна вершина нечетной степени Кто был на прошлом занятии знает, что такого вообще не бывает Не бывает Не бывает, чтобы в графе была одна вершина нечетной степени Осталось понять, кто-нибудь из вас помнит причину этого или никто не помнит Число вершин нечетной степени четно Вот Но Нам сейчас даже не это нужно Нам сейчас нужно более простое учреждение Хотя на самом деле так доказать легко и это тоже Не бывает Что одна вершина нечетной степени А остальные какие? Четные 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 Так не бывает Не бывает Не бывает Например, у нас есть такой граф И мы назначили путь из нечетной вершины Соксидеть, что она у нас стала черной То есть мы должны через нее пройти, но в ней не закончить Та черная вершина, в которую мы пришли, когда начали из нечетной вершины Значит мы через нее должны пройти, но вернуться туда уже не можем Но если вернемся, то мы должны будем опять вернуть Было у нас такое коррекция Если есть граф, в котором одна вершина нечетной степени То мы можем из нее выйти и пойти вперед Вперед, вперед и вперед И будет совершенно замечательная вещь Вот представьте, был какой-то странный граф, да, любой Здесь была нечетная степень Что происходит, когда мы вышли отсюда? Эта степень становится черной, правильно? Да И вот пока мы идем, в степени всех решим четная Когда мы дошли до этой точки, то что произошло? Она стала нечетной, а эта четная, согласны? А этого ребра не стало Потом мы идем, сжем любое ребро Вот эта вершина стала нечетной степени Идем по любому ребру, поэтому уже нельзя И его уничтожают И у нас вот эта самая нечетность, она будет передвигаться по графу И все время будет одна вершина нечетной степени, согласны? Да Ну а это полное безобразие Понятно или нет? Это полное безобразие, потому что мы так будем двигаться бесконечно Как вы правильно сказали, никогда не остановимся Нам негде останавливаться Потому что когда у нас была вершина четной степени, и мы туда пришли То мы одно ребро потратили, и осталась нечетная степень Но если степень нечетная, значит это не меньше единицы Если мы куда-то пришли в четную степень, уничтожить ребро То она стала нечетной, а значит дальше можно идти Так, доказали мы это в возрождении? Да Доказали Доказали Спасибо Спасибо Давайте про общий факт мы потом скажем Возвращаемся сюда К какому-то там странному графу Да Ну не странно Все мы все доказали Если уничтожить ребро Мы разбили граф на две компоненты То вот эта компонента Любая из них Является компонентой, в которой одна вершина нечетной степени Согласны? Да А такого не бывает, как мы только что доказали Победа? Победа Отлично 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 Что мы сейчас делаем? Мы не доказали этот ребро Мы сейчас доказали, что если мы будем все знать про вот этот случай То тогда мы будем знать не про этот случай Согласны? Да Отлично Теперь скажите Ой да, кстати, алгоритм здесь есть То есть алгоритм такой, уничтожаешь любой ребро Берешь путь, который выходит из точки А, проходит по всем ребрам и заканчивается в Б И добавляешь к этому пути вот это ребро И получается полный цикл, да? Да По всем ребрам Так что это алгоритм Есть то у нас будет алгоритм для двойки Так что теперь картинка такая Вот у нас представьте себе А собственно это же ребро и уберут Вот теперь у нас две вершины и нечетные степени Я не знаю, этот граф возник уничтожением одного ребра или так же по другому Важно Все степени четные кроме этих двух, которые нечетные Понятно? Да Я хочу доказать, что существует путь, который начинается с точки А, проходит по всем ребрам и заканчивается с точки Б И даже хочу научиться его строить Откуда, господа? В принципе, если путь начинается с точки А То логично, что его первый шаг, его первое звено Это какой-то отрезок, выходящий из точки А Правильно? Правильно говорить, ребром графа Какой-то ребром графа А кстати, в чем разница между отрезком и ребром графа? Ну то, что отрезок это вот одна точка, линия и другая точка А из ребра графа обязательно из этих вершин еще выходит другая Нет, совершенно не то Нет? В чем отличие между отрезком и ребром графом? В том, что граф это абстрактное понятие Можно себе запросто представить граф, в котором вершины это все Все компьютеры на свете Представили? А ребром они соединены В случае, если в данную секунду между ними есть интернет-соединение Не важно какое Wi-Fi, Bluetooth, по проводу Абсолютно не важно Скажите, пожалуйста, как выглядит этот граф? Он маленький или большой? Огромный Он очень большой Он просто огромный Он огромный Он на много-много сотен миллионов Боюсь, если не миллиард Понимаете, да? Потому что в данную секунду включено огромное количество компьютеров Так, а каждый из компьютеров с каким количеством соединен? Умноженный на два Нет Примерно с каким? С каждым А? С каждым из этих Каждый с каждым? Да Нет Нет Смотрите Вот вы когда дома включаете Ну я не знаю, у вас что называется домашний интернет есть? Есть Отлично Ну там у большинства стоит такая коробочка модем Ну или у некоторых по-другому это сделано Роутер Замечательно Да-да-да Роутер У каждого по-своему ваш домашний компьютер соединен с чем? С роутером Есть такое замечательное слово провальтер Правильно? Компьютер соединен с роутером Роутер соединен с провайтером Отлично А провайтер с кем соединен? С интернет Провайтер соединен еще с кем-то Причем вот провайтер скорее всего соединен не с одним, а с несколькими На всякий случай А что будет, если там кто-то, не знаю, перерубит кабель Или там где-нибудь электричество Понятаете? Да Отлично А с каким количеством компьютеров соединен какой-нибудь крупный, большой узел сети? С огромным количеством Согласна? Клоковая Ну я не знаю, может тысячи Это сеть не такая уж и простая Бывают компьютеры, которые могут быть соединены с мобильным интернетом Да Да И он при этом может поймать и домашний тоже Да Вот картинка Он соединен сразу двумя компьютерами Так? Да Замечательно А теперь вопрос, а где там отрезки? Нет там никаких отрезков Там эти отрезки выглядят странным образом Где-то это провод Где-то это радиосигнал Понятно? Да Где-то вообще там через космос радиосигнал идет Где-то это подводный кабель Ну и так далее Ребята А граф-то все равно есть То есть Довольно часто мы рисуем отрезки Но важно понимать, что рассуждения, которые мы при этом проводим Вовсе не обязательно про отрезки И как раз графы занимаются ситуациями, когда чаще всего не интересна длина То есть Если я рисую вот такой граф Представьте себе Вот я нарисовал такой граф Да И Я нарисовал Вот такой граф Давайте подумаем С точки средний граф Это одно и то же или нет? Конечно одно и то же Да Потому что здесь фактически Четыре вершины Каждые две соединены И здесь что это? Четыре вершины Каждые две соединены Да? Да То есть с точки зрения того Что с чем соединено Эта картинка То же самое, что эта И если я здесь возьму И вместо этого отрезка Нарисую шип такое Только не поставлю шип Это будет тот же самый Да Форма ребра никого не интересует Важно Соединены эти точки Или не соединены Так Считается, что это все помнят Возвращайтесь к нашей задаче Значит Есть графа В котором Две вершины Нечетной степени И мы выходим Из одной из них Ну Из одной выйти в другую войти Или из той выйти в другую Это по сути одно и то же По сути Да Выходим отсюда Ну ребят Мы не знаем Сколько ребер отсюда идут Но знаем Что нечетное количество Что будет Когда мы По какому-то из этих Норок Пройдем Степень этой вершины Что сделаете Уменьшится А если подумать Уменьшится Уменьшится Мы прошли по этому ребру Этого ребра больше нет Она уменьшится на единицу Была нечетная Останет какой Четной Четной Нет Никакой бесконечности Не будет Здесь вершина нечетной степени Да Вот когда Мы говорили Что пусть у нас Одна вершина нечетной степени Возникало противоречие А когда вершины нечетной степени Две Или четыре Запросто Без всяких противоречий Все хорошо Такое бывает Нет Вы понимаете что Существует граф Который я только что вам рисовал Четыре точки Каждые две соединенные Называется Полный граф На четырех вершинах Где Четыре вершины нечетной степени Он вполне себе существует Правда? Замечательно Итак Прошли по этой прямой Господа Вот Эта Нечетность Исчезла Здесь теперь четная А нечетность Теперь вот здесь Согласны? Да А вот дальше Смотрим Что У нас Получается Если у нас Получился Связный граф В котором Вот эта вершина По-прежнему Нечетной степени И эта вершина Нечетной степени То Что Тогда То Тогда Все Хорошо Мы Там сможем все сделать Да Потому что Ребер Стал меньше Это Это Идея Индукции Сведение Задачи Задачи В которой Меньше Мы считаем Что для маленьких графов Мы все знаем Ну Самый маленький граф В котором Две вершины Нечетной степени Это что такое? Просто Отрезок Согласитесь Что его можно нарисовать Не оторвая руку от доски Да? Проводишь отрезок и все Вот Так что для самых маленьких Все хорошо Ну а если более сложная картинка То мы считаем Что для маленьких Мы уже все проверили И рассмотрим более сутки Итак Если Стирая Эту репру Мы Получили Связный Граф То В таком случае Что? Задача решена Согласны? Ура Победа Ура Победа Да Вот Надо разбирать ситуацию А что будет Если Стирая Ро Буду меня Точка А Вершинной Нечеркной Степени Точка Вершинной Нечеркной Степени Стирая Вот Этот Прикор Мы Разбили Граф На Две Компоненты Что будет В таком случае А в таком случае Происходит Замечатель Что это за компонент Ребята Ну вот Точка В Имела Компонент Согласны? Да Да Точка В Точка Имела Компонент Вот Эта Точка Тоже Как Он вообще мог Распастся Когда Вы стерли Одно Ребро Что значит Что граф был Связан Давайте Я еще раз Нарисую картинку Вот Граф был связан А Одну ребор разрушил И граф перестал быть связан Вы согласны Что картинка такая? Да Да Значит Значит Вот Где-то здесь Есть точка А Вот А где-то здесь Точка С Согласны? Да И граф у нас Разрушился Теперь Очень важная вещь Он Разрушился На две Компоненты Кстати Интересный вопрос А почему на две А не на пятьдесят Вдруг Одно ребро Стерли А граф На много Маленьких Кусочков Разлетелся Да Потому Что Когда Вы проводите Ребро Вы тем самым Склеиваете Только Две Компонента Если у вас получится Больше чем две Компоненты Восстанавливаете Ребро У вас две конечно Склеятся А больше ничего не склеится Они так и останутся Да? Значит Компонент две Отлично Итак Вот есть точка С Вот есть точка А Вот есть то самое Ребро Исчезнувши Да? Ну может быть я даже Зрял Потому что так Понятно Давайте Рассуждать Какой степень Была Вершина А До стирания Ребро Помните? Не четная Еще раз Посмотрите Просто сюда До стирания Была не четная степень Да? Да Когда стерли Она стала какой степень Четной Четной Она стала Четной То же самое Вершина С Была какая Четная А стала Нечетной Нечетной Значит вот эта Вершина Нечетной А теперь простой вопрос Скажите пожалуйста Какой из этих компонентов Принадлежит точка Б? Напоминаю Точка Б Нечетной Степени А Она Обязательно Лежит Вот в этой А знаете почему? Почему? Потому что Если Она лежала Здесь То у нас здесь была бы одна Вершина Нечетной Степени И здесь Была бы Одна Вершина Нечетной Степени Здесь Была бы Одна И здесь была бы одна вершина ничем не стекла. А это не бывает. Согласны? Да. Точно? Да. Точно. Значит вершина бы где? Вот здесь. Ну, кстати, ребят, если честно, если бы совсем-совсем хорошо рассказывать, то полезно, а вот что сделать было. Полезно было бы для понятности рассмотреть еще ситуацию, когда B и C это одна и та же точка. В принципе, такое бывает. Давайте я отдельно нарисую. Вот это представьте себе, что у нас было ребро. Вот это была вершина нечетной степени. Эта вершина была нечетной степени. И мы между ними это ребро уничтожили. Так. А много таких случаев бывает? В смысле? Ну, много. То запросто вот такой граф. Чем не граф? Граф? Нет, что значит много. Дело в том, что графов вообще-то бесконечно много. Просто потому, что количество вершин не ограничено. Я здесь могу прорисовать еще-то миллион вершин. Понятно, да? Графов бесконечно много. Поэтому, что такое много? Не очень понятно. Больше одного. Больше одного. Это уж точно. Бесконечно много на самом деле. Так вот, представьте, вот это была нечетная степень, это была нечетная степень. И вдруг мы стерли это ребро. Ну, это, конечно, очень частный случай. Но, тем не менее. А тогда два варианта. Они стали все четной степенью после этого стирания, да? Два варианта. Либо граф остался связанным, либо граф распался. Если он остался связанным, то проблем никаких. Потому что тогда он весь в четной степени, ребра стало меньше. Понятно? И что? И мы его можем обойти. Да. Ну и классно. Проходим по этому ребру, обходим, и у нас все получилось. Поняли? Да. Вот. А если расстался? Тоже проблема. Ребята, вот здесь получился граф, который в системе ничего. Да, кстати. Мы же его можем обойти. Да. После этого пройти по этому ребру, и здесь обойти. Да. Только вот очень важно. Сразу из точки А выходить нельзя. Потому что мы не вернемся. Вот это называется перешейд. Понятно, да? Да. Нужно сначала обойти все вот здесь, и только потом... Что? Пройти по этому ребру, и обойти все вот здесь. Идти в другое. Обратите, пожалуйста, внимание. Алгоритм, который я вам сейчас рассказываю, не такой уж и не стоит. Почему он не такой уж и не стоит? Потому что он требует для того, чтобы узнать, можно по ребру идти или нет, он требует ответа на вопрос, а граф распался или не распался? Как вы считаете, быстро можно узнать по графу, распался он или нет? Не совсем. Не очень. Почему? Потому что не так уж и долго, потому что надо фактически про каждую вершину смотреть, соединена она или нет. Если взять точку А, смотрите, она с кем-нибудь соединена, взять их. Эти, которые соединены, посмотреть, с кем соединены, их добавить. Понимаете, да? Да. И так вот, проходить, проходить, и когда перестанут добавляться новые вершины, то вот это вот и есть компоненты связанности. Ну, в принципе, это не так долго, но с другой стороны все-таки некое время. Ну, у огромных... Да, если большой граф, то это не так уж и быстро. Так. Пока все понятно? Да, пока все понятно. Отлично. Это только пока. Тихо, тихо, тихо. Нет, ничего страшного. Вот. Это я объяснил вот этот конкретный пример. Теперь возвращаемся к общему случаю. Пусть у нас из точки А ребро не выходило в В, а какое-то взяли ребро, который выходит туда. Вспоминаете? Да, ребят, я сейчас еще должен сказать еще важную вещь. Я вижу сейчас, что несколько человек уже отключились. Почему это произошло? Потому что есть такая вещь, как привычка к длинному рассуждению. Вот когда я работал в школе, то для того, чтобы получить хороший математический класс, я всегда делал так. Я обязательно рассказывал несколько очень длинных теорем, в которых надо было не просто заметить какую-то одну штучку, а проследить длинную цепочку. И это, честное слово, оказывалось чрезвычайно полезно. Потому что одно дело, когда вы привыкли делать маленький шажочек, и все хорошо. Другое дело, просто найти в своей голове место для достаточно длинного обсуждения. Очень часто у людей оказывается, что они просто не способны это сделать. Может быть, знаете, когда человек выступает перед другими, очень часто происходит такой эффект. Вот он что-то говорит, 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 и вдруг слушатели соображают, что они уже, собственно говоря, забыли, о чем он говорил в начале. Да. Такое иногда бывает. Вы понимаете, что эта вещь страшно неприятная? Да. Потому что таким способом можно вас убедить в чем угодно. Он начал рассуждение, и вы, что называется, потеряли нить. Согласны? Да. Так вот, я абсолютно не собираюсь сейчас совершенно церковь вас убрать. По опыту способность к абстрактным рассуждениям, к длинным, очень слабая в ладших классах и резко возрастает примерно в классе в 8-9. И в этом смысле старшеклассники 10-11 класс абсолютно отличаются, понятно, да? Очень сильно отличаются от, я не знаю, там, учеников 6-го класса или 5-го, или даже 7-го. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, собственно, во многом именно в этом и состоит обучение математики. Вот, чтобы тренировать, ну, есть разные умения, которые надо тренировать во время изучения математики, но это одно из них. Умение прослеживать длинное рассуждение. И, ребята, это имеет отношение не к математике, а просто к интеллекту. И уверяю вас, любой из вас там пройдет 3-4 года и станет гораздо сильнее. И человек, который серьезно занимался математикой, в этом смысле гораздо сильнее любого, кто этим не занимался, да? Ну, вот, это важное что-то. Поэтому я на всякий случай говорю, запись будет, ну, может быть, не сразу, но там, через несколько недель она будет выложена. И очень советую, даже кто понял, прослушайте еще раз. Потому что один из способов состоит в том, чтобы просто вот несколько раз, значит, и все-таки с какого-то момента вы поймете. Так, ну, ладно, это я ободрить тех, кто совсем заснул. А теперь давайте, значит, проснулись? Да. Проснулись? Отлично. Возвращаемся к задаче. Была вершина нечетной степени А, вершина нечетной степени Б, стерли либом. Если граф остался связанным, то у нас теперь две вершины нечетной степени. Между ними есть маршрут, правильно? И все хорошо. Проходим сначала по этому, потом по этому маршруту. Все сделаем. А что же делать, если он распался? Есть картинка такая. Я уже сказал, что точка Б обязана быть вверху. Да. Это все поняли? Да. Вот. Точка Б обязана быть вверху. Ребята, посмотрите, пожалуйста. Это компоненты связаны, то есть это связанные графами. Здесь две вершины нечетной степени. Так мы же его можем обойти? Ну да, конечно. Согласна? Ну да. Замечательно. А здесь все вершины какой степени? Нечетной. Давайте подумайте. Четной. Четной. Потому что вершина А в области была нечетной степени, но одно ребенок стерли, и она стала четной. И это ее компоненты связанности. А точка Б вон там. Здесь все вершины четной степени. Есть связанный граф. Его можно обойти? Можно. А теперь вопрос. Как обойти все, начав с точки А? Ну, сначала пройти по кругу. Пройти здесь. Да. Потом перейти. Сжечь мост потом сильный. И там потом все это дело еще. И там прийти. Да. Согласна? Да. Вот. А если такой картинки не было, если граф не распался, то можно идти по этому. Господа, значит алгоритм обхода звучит очень просто. Начало с вершины в нечетной степени иди по любому ребру, которое не переши. Правда короткая форма? Да. Ну, правда, чтобы узнать, перешейка это или нет, надо сделать так. Надо удалить это ребро и посмотреть, остался связанный граф или нет. Да. Ну все, я считаю, что я первое доказательство рассказал. Да. 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 Не уследили? Вроде бы да. Давайте возвращаемся к этапам. Я быстро сейчас попросу. Привет. Значит, теорему все помнят? Да. Теорему все помнят? Да. Теорему все помнят? Замечаете. Как я сказал? Я сказал, что сначала объяснимся, почему ситуация ноль сводится к ситуации два. Как? Удаление другого ребра. Вспомнили? Да. Вот тут вот, когда это было, все были четкие. Удаление ребро. Мы свели к случаю ноль, к случаю ноль. Если нам все-таки дали граф, в котором две вершины нечетные степени, берем вершину нечетные степени, любой ребро, который выходит, его стираем. Если граф не распался, то все легко. Потому что что произошло? Ну, потому что... Получился граф с двумя нечетными вершинами. Понятно? Который можно обойти. Его можно обойти, начав одной, закончив другой. Да. Ну и добавляем его до ребра. И, представляете, получился маршрут, начинающий с точки А. Так? Да. Вот так. Если он распался, тот распался на две компоненты. И при этом точка В обязана быть вверху. Потому что... Потому что... Что потому что? Потому что вот этот факт. Вспоминаем. Да. Не бывает, что в компоненте одна вершина нечетной степени. Значит вершина В здесь. В одной, да. Обходим вот здесь. Вот. Это можно сделать, потому что здесь меньше ребра. И все вершины нечетной степени. Игра связана. Проходим по этому ребру. И начинай с этой точкой, заканчиваем. Точкой. Все? Все. Подписывайтесь на студенческий колен. Игорь Clearly там comida? В weten. Подписывайтесь на inclusive Food. Оси.